Всем привет! С вами Лиза Лисина. Мы начинаем программу телезнайки. В этом выпуске мы расскажем как правильно сдавать батарейки, заглянем в школу для необычных детей, объясним как делать скворечник и научимся водить настоящий автомобиль. Выбрасывая в мусорное ведро одну батарейку, мы наносим природе огромный вред, ведь в ней содержатся ядовитые вещества и тяжелые металлы, которые попадают в почву. Поэтому школьникам решили объяснить, как правильно выбрасывать использованные батарейки. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея проекта? Мы, природоохранный союз, обратили внимание на то, что очень многие люди сдают батарейки, а это очень опасные отходы, неправильно. Они их выбрасывают в помойное ведро, они вывозятся на свалку, затем попадают в почву и воду и отравляют ее. И мы придумали проект для мотивации жителей города, чтобы они захотели сдавать их правильным образом. Экологический проект «Давай батарейки!» правильно приурочен Году экологии. В нем приняло участие больше ста школ. Для детей проводились эко-уроки и, конечно же, конкурсы. В этом году экологический проект подразумевает много различных мероприятий. Это сбор батареек, специально расположенный в школах Экобокса. Это конкурс плакатов. Это проведение праздников, проведение экологических уроков. Это городская акция, в ней участвуют школы из разных районов города. Детей нашей гимназии не нужно заставлять из-под палки участвовать в экологических конкурсах, а они делают это с удовольствием. Происходит это потому, что дети гораздо глубже, чем взрослые, переживают, когда узнают о вымирающих животных. Сколько батареек ты собрал? Я собрал 159 батареек. Где ты нашел столько батареек? Моя мама их собирала на работе, еще мы собирали их в подъезде у соседей. Куда отправятся собранные батарейки? Все собранные батарейки отправятся на специализированный завод, расположенный в городе Челябинск. Из них достаются тяжелые металлы, которые загрязняют почву и воду. Все, что полезное можно извлечь, отправляется во вторичное использование. Одна пальчиковая батарейка способна негативно сказаться на здоровье ежика или загрязнить 20 квадратных метров почвы. Когда мы собираем, мы собираем очень много батареек, и весь этот вред, он значителен будет, если мы будем неправильно с ними поступать. Одна батарейка может уничтожить два дерева, и сейчас ей спасут целых шесть деревьев. Узнала, как правильно сдавать батарейки София Рублева. В региональном центре аутизма уже много лет обучаются дети со всей России. Он стал первой площадкой, где глубоко изучают эту проблему. Сейчас здесь занимаются 86 ребят. А в начале этого учебного года школа переехала в новое здание. И сегодня мы узнаем, как здесь живется педагогам и ученикам. Детей аутистов больше, чем слепых и глухих детей вместе взятых, больше, чем диабетиков. То есть их очень много. Поэтому мы решили, что такая миссия нашего района – помочь этим детям. Для детей с аутизмом нужны самые лучшие условия. Но самое главное для них – это не стены, а все-таки тот коллектив, который с ними работает. В этой школе нет привычного шума и гамма на переменках. Дети непрерывно находятся с педагогами, и у них нет желания поскорее выбежать из класса. Ведь здесь они чувствуют себя как дома. Центр функционирует с 1 сентября 1991 года. Идея создания такого центра заключается в обеспечении непрерывности образовательного процесса с трех лет и дальше. В чем особенность устройства школы для детей с таким состоянием? Должна быть создана такая материально-техническая база, которая позволяет заниматься с этими детьми не только фронтально, но и индивидуально. Константин Полустовский. Однажды утром. Отрывок проза. Однажды утром Варюша проснулась, открыл глаза и зажелурилась. После перенесенного инфекционного заболевания ребенок полностью становился в развитии. Нам поставили диагноз ранний детский аутизм. Пять лет назад мы ради этого центра переехали из города Красноярска. На сегодняшний день ребенок активно вовлечен в учебный процесс. Стал более коммуникабельный, наблюдает за всем происходящим, пытается повторять все, что делают окружающие. Мы приехали в Санкт-Петербург специально из города Владивостока, чтобы мой сын имел возможность учиться в этой школе. Когда мой ребенок попал в школу, он не умел разговаривать. У него были проблемы в общении с людьми, у него было очень много страхов. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше, он стал общительным, он начал разговаривать. У него появились успехи в учебе. К сожалению, во всем мире аутизм становится распространенным явлением. И сейчас более ста человек ожидают своей очереди, чтобы попасть на обучение в этот центр. С необычной школой познакомилась Наталья Рожкова. В садах и парках Петербурга можно увидеть больше ста видов птиц. Это стрижи, ластрики, снегири, скворцы. А весной к нам прилетает миллион пернатых. Как встречать уставших гостей, мы сегодня узнаем. Птицы, которые у нас живут, они прилетают из самых разных мест. Из Африки, из Юго-Восточной Азии. Есть такие птицы, которые прилетают вообще расстояние больше 10 тысяч километров. Очень далеко летят. Например, полярная окрачка, она вообще из Антарктиды к нам прилетает. И гнездится у нас. Какие птицы живут в садах и парках? В садах и парках города у нас очень много видов. Больше 100 видов. 150 видов, которые регулярно гнездятся. Но в разных парках это количество варьирует в зависимости от того, где парк расположен. Например, в летнем саду птиц не так много. Из самых обычных это скворец, большая синица. Знаете, наверное, ее обязательно домовые воробьи. Сизые голуби всем известны. Вороны. Дрозд рябинник очень любит гнездиться в парках. Как помочь птицам, когда они прилетают? Ну, к нам могут птицы прилететь некоторые очень рано. И поэтому можно до середины апреля продолжать подкармливать птиц. Потому что, например, такие птицы, как зяблики, зарянки, они прилетают очень рано. И бывают возвраты холодов, бывает даже снег выпадает. Доски для скворечника должны быть неструганные. А внутри должны быть вот такие полоски, чтобы птенцам было легко выбираться наружу. Здесь жерночки делать не нужно, чтобы туда не могли пробраться другие хищники. Уже ранней весной в домиках птиц можно увидеть вкладку. В это время бернатых надо особенно подкармливать. Бывали на празднике птиц Олег Саваруль и Миша Янович. Сказки любят все. Их можно читать и слушать. По мотивам сказок снимают фильмы и ставят спектакли. А великие композиторы, вдохновившись сказочными историями, пишут свои произведения. И сегодня в капелле мы услышим сказочную музыку и увидим оптические иллюзии, которые она рождает. Сейчас звучит симфоническая сиюда Шахерезана. Композитор Римский Корсаков написал ее после прочтения арабских сказок «Тысяча и одна ночь». В то время, как Римский Корсаков писал Шахерезаду, тема «Востока» была очень популярна. И всегда нам казалось, что в этой музыке действительно все настолько ярко и настолько доступно изложено с музыкальной стороны, что мы бы хотели еще и воссоздать визуальную картинку. Цикл картинки с выставки написал композитор Модесс Петрович Мусорцкий. Это произведение называют музыкальной иллюстрацией акварелей художника и друга композитора Виктора Гартмана. Надо знать, что это за картинки. Вот вы как-нибудь в интернете наберите, ладно? Гартман. Что за художник такой? Мусорцкий когда был на выставке у этого художника, ему понравились эти картины. И у него также вот как у меня рождается, да, вот какое-то воображение. Да, и у него также родилось только в виде музыки. А музыка-то хорошая ведь. Правда? Какие иллюстрации должен увидеть зритель во время концерта? Ну, собственно, все иллюстрации задуманы мусоргским. То есть это гном, это баба-яга, это богатырские ворота и все остальные. Мы не просто создаем картинку, как в видео. Мы превращаем именно архитектуру, которая есть, в нечто совершенно другое. Вот у нас был барочный зал капеллы, и тут же мы перенеслись в Восточный дворец. Мы очень много работали с центральным элементом этого интерьера, органом. Он у нас превращался и в мечеть, и в Бахчисарайский фонтан, и в избушку на курьих ножках. С помощью классической музыки и современных технологий любую сказку можно рассказать без слов. Симфонические 3D-фантазии услышали и увидели Арина Никифорова и Евелина Садовникова. Многие из нас, когда вырастут, конечно же, хотели бы научиться водить машину. Жаль, что прямо сейчас мы не можем сесть за руль. Но почему не можем? На занятиях по автомногоборью учат управлять автомобилем, соблюдая правила дорожного движения. И туда берут детей с 10 лет. Автомногоборье. Это изучение трех дисциплин. Правила дорожного движения на компьютере и на бумаге. Изучение конструкции автомобиля. Состав трансмиссии, из чего состоит кузов. Элементарное проведение сезонного обслуживания. Что такое текущий ремонт, что такое технический осмотр. Учатся проводить этот технический осмотр. И непосредственно фигурное вождение. На каждом уроке перед практической частью нужно пройти тест на знание правил дорожного движения. Точно такие же билеты решают взрослые, когда сдают экзамен на права. Занятие проводится на ограниченной площадке, поэтому дети никуда не могут выехать. Инструктор обязательно сидит рядом с ними. И у него есть дублирующие педали, как и на любом учебном автомобиле. Первое, что мы делаем, нажимаем педаль сцепления до упора. Включаем первую передачу. Отлично. Плавно-плавно отпускаем. Это сильно. Смотрим вперед и рулим. Опытный автомногоборец должен чувствовать габариты машины, ездить в змейке, заезжать в гараж. А еще двигаться задним ходом и парковаться. Существуют городские соревнования и всероссийские соревнования по автомногоборью. Они из себя представляют также сдачу на компьютерах тестов, как и экзамен в ГАИ, правил дорожного движения и на время вождения автомобиля. Скорость маневрирования, гонки по бездорожью и по трассе – все это подвластно тем, кто освоил автомногоборье. Первый метр за рулем автомобиля проехали Яна Глушецкая и Саша Егорова. На этом наш выпуск завершен. Встретимся через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok